еще раз шалом братья и сестры видение продолжается я стою сейчас опять возле больших золотых дверей кедра рада тухо и громогласный голос как вообще я не знаю как тысячи водопадов говорить мне открывай и входи дыхая я вижу как над дверями большими изумрудными буквами написано служение нищий духом деканаха я открываю эти двери вхожу в них удивительно только я их открыл и я вижу что я нос только нас зашел до в эти двери я стою реально на морском берегу и передо мной большое большое море но это не простое море дека это море полностью наполнено все изумрудным цветом и очень красивый цвет он весь аж переливается я вижу что волны с каждой волной они становятся все ярче и ярче цвета изумруд зрелище очень но великолепно я вижу как навстречу мне идет муж он идет в обличении монаха на нем полностью но облачение изумрудная но одежда мог как монахи выглядят на полностью изумрудного цвета и выглядит он ну вот как православный старец он говорит игорь я тот который был вырван как горящая головня из огня я тот которого на афоне называли преподобным старцем но я не скажу своего имени которое было у меня на земле и не назову его чтобы многие дамагедыки не 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 имели преткновения дарам адекаха когда они узнают что я был вырван как горящая головня из огня я пришел дарам адекаха от престола слава отца от его милости преподать учения о служении нищих духом последнего времени и так как я был монах отец прислал меня дидамагаха сказать тебе то что делают многие монахи и то чего нельзя делать и отдать молитву от престола его славы дидыках этот старец смотрит на меня улыбается и я вижу когда он начал улыбаться его лицо начало преображаться очень сильно молодую удивительные вещи то что происходит но вне времени в духе на небе и он говорит смотри на мой море и я вижу как с моря начинает выходить очень множество душ ну людей очень много выходит они прямо выходят и он не говорит это служение армии нищих духом последнего времени говорит мне старец они будут проводить жизнь как монахи но они не будут уходить монастыри диригаха ибо гораздо труднее жить вне монастыря и жить монахом на грешной земле и моя ошибка им ошибка многих монахов в том что они полностью изолируют себя от мира даме каха декаха и несут благую весть только в стенах своего монастыря и не более даме каха отец сейчас будет подымать монахов последнего времени которые будут иметь и жен даме ка текаха а дочери божьи будут иметь мужей но не будут проводить монашеский образ жизни диригаха они будут жить до такой степени в глубине посвящения даме каха что земля от одних из них шагов будет содрогаться говорит мне преподобный этот старец дэрэм ашире мадакатухова которого звали на земле преподобный и смотри он замахивает рукой ты сейчас увидишь вне времени как будет содрогаться земля ты на каха я вижу двоих немолодых и не старых людей мужчину и женщину демона это супружеская пара диригаха я вижу как они выходят с города и вижу как след им кричат определенные ну оскорбления я вижу кто-то даже кидает в них что-то но это не попадает в них и я вижу как мужчина и женщина они нагинают и нагинаются я вижу как они со своей одежды они полностью в изумрудных одеждах что удивительно они сну струхивают это но со своей одежды с ног все на землю я слышу как они в один голос говорят вижу как они прямо как правда земной который пыльно села они струшивают на землю я слышу как они в один голос говорят отец пусть слава милости твоего суда наполнит этот город берема дымокатухова этот город будет сожжен только лишь огнем твоей любви ради твоего сына господа нашего ешуа царя славы говорят мужчина и женщина в один голос я вижу как гром и молния прямо сияют над этим городом изумрудного цвета и гром и молния удивительное зрелище дырема каха я вижу как из этого города выбегает определенный остаток людей я вижу как они падают на землю и начинают взывать с мольбой а пока в покаянии и трепете дырема дыта к нам я опять нахожусь на берегу изумрудного моря и опять вижу православного старца и он говорит мне да ха то что ты сейчас видел это прообраз служения нищих духом последнего времени церкви последних времен служение нищих духом будет дана такая власть что они будут иметь право от престола славы отца в сыне судить города и селения дымокатуха но они будут производить это в любви и славе отца это те люди которые будут скитаться из страны в страну из города в город из селения в селение они не будут ничего общего не иметь с этим миром они будут жить как монахи им даже иногда будет негде преклонить голову это служение нищих духом последнего времени дырема дыка преподобный этот старец смотрит на меня и говорит и тебе уже знакомо такое служение игорь и он смотрит прямо внув упор на мне я вижу как его глазах ну сияет просто любовь отца и он говорит молись со мной сейчас и отдай эту молитву народу божьему махадай я вижу как он раздевает руки кверху я вижу как он наполовину зашел прямо в волны изумрудного моря они его накрывают прямо так на половину его тела я слышу как он начинает громко и очень красиво молиться слышу как он говорит дорогой небесный отче ты послал меня сюда открыть твое видение отдать твое откровение и дать молитву которую ты вложил в мой дух навечно подымив твоей славе служение нищих духом которые будут служить в славе твоего суда благоухающего надежного пророческого вечного готовящих тех кого ты предызбрал для вечной жизни подыме это служение в твоей славе и дай вкусить хлеб который да и ты даешь вкусить хлеб слепов твоего предложения служение нищих духом многим и многим на этой земле ибо это служение входит в славу золотой жад и в скорби она преобразится в великое преображение пробуждения по всему лицу земли и во многих городах и селениях эти пары которые ты сейчас отец показал видение игорю будут просто воскрешать тех кто уже на грани гибели во имя ишуа царя славы а мы такие вот дела братья и сестры ведение прекратилось будьте благословены будьте сильно благословены пусть господь наполнит вас до краю своей любовью и откроет больше и больше вам служение нищих духом во имя иисуса аминь